Казахстанский футбол Естественно, я живу не в танке, всегда изучаю различную информацию, но я и полагать не мог, что Эмиль Кинжесариев собирался переходить в Кайрат в 2013 году. Существует две версии нападения на него. Одни говорят, что Эмиль был в неадекватном состоянии и на этой почве получился конфликт. Другие подозревают, что Кинжесариева избили именно болельщики Актюбе. Именно из-за перехода в Кайрат. Если кто-то спросит, откуда же Актюбинцы в Алма-Ате, я отвечу, что вопрос довольно глупый. Все это писано, конечно, вилами по воде, и мы точно с вами не узнаем, что там было в действительности. Кому интересно, пусть занимаются расследованием. А я, пожалуй, использую это как заход к моему топу казахстанских игроков, на которых было совершено нападение. Начнет мою историю Андрей Сидельников. Это «Бэтфутбол». Мы шли после кино, то есть мы ходили в кино, это было вечером, наверное, часов в 9 вечера. Мы шли по улице, нас было 4 человека, мужчина с девушкой, и мы их так вдвоем обошли с двух сторон, по двое. Он вслед начал нам кричать, что типа «стойте, вы куда там, вы что так тут ходите, тут у нас свои законы, свои нравы». Ну, мы извинились там, ладно, мы дальше пошли. Он мне типа стоять, ну и у меня нервы не выдержали, я ему ударил. Потом я понял, почему он был смелый, потому что у него рядом в машинах сидела армия бойцов. Со всех сторон на нас полетели, это было нечто, конечно, я только успевал отмахиваться. То, что приехала полиция, да, в то время милиция, когда вот эта милиция начала замахиваться на меня, я понял, что все, это тоже их друзья. Да, всякое бывает. Например, в 2001-м Игорь Авдеев и Сергей Колобухин из команды «Есиль-Богатырь» получили, что называется, по первое число. Неизвестные люди поджидали футболистов из Петропавловска в гостинице в Нур-Султане. Когда футболисты начали подниматься по лестнице, на них набросились и стали в буквальном смысле избивать. Случилось это в тогдашней Астане. Никто ведь и подумать не мог, что столичный клуб пытается воздействовать на соперников. Но есть одно большое но. Обе команды претендовали на первую строчку в таблице. Как все было на самом деле, я могу лишь догадываться. Оба игрока, кстати, вышли на поле на следующий день. Думаешь, это мужской поступок? Я с тобой согласен. А вот апрель 2003-го едва не стал для Дмитрия Бякова роковой точкой в жизни. Бяков пополнил ряды октубилента, но сыграть за новую команду так и не успел, получив удар ножом в самое сердце. В одном из баров Алматы на каком-то дне рождения его компания что-то не поделила с другой группой отдыхающих. Слово за слово, перепалка, толчки и тычки, и вот уже Дмитрия везут на скорой. Врачи, конечно, молодцы, отлично поработали и буквально вытянули футболиста с того света. Ему потребовалось два года восстановления, и Бяков опять вернулся на поле. Более того, Дмитрий стал лидером сборной Казахстана в отборе на Евро-2008, став лучшим бомбардиром команды с пятью мячами. Айбек Губайдулин из уральского Акжейка пережил бяковское дежавю. История похожа на ситуацию с Дмитрием Бяковым, только немного в других декорациях. Опять ночные посиделки в баре, опять конфликт, опять драка и опять для футболиста закончилось все плачевно. Из Айбека пытались приготовить, по всей видимости, кебаб. А тут парень в трико пустил человека на кебаб. Капитана Акжейка получил несколько ударов в грудь и живот шашлычным шампуром. Нихрена себе. Его госпитализировали в тяжелом состоянии, было несколько операций, даже пришлось удалять почку. После этого Губайдулин попылил еще годик за Акжейкой, решил, что пора вешать бутсы на гвоздь. Силы уже не те, да и здоровье подводило. А ведь парню на момент завершения карьеры было всего лишь 23 года. Но вы ни за что не угадаете, что произошло далее. В 2015 году портал Today KZ пестрел заголовком. Казахстанский футболист уехал воевать в Сирию. Айбек был объявлен в международный розыск по подозрению в участии в военных действиях в Сирии. А вот еще одна история. Погнали. Теплым павлодарским вечером в одном из павлодарских баров произошла драка, в которой принял участие игрок-ртыша Антон Чичулин. Казалось, что ничего не предвещало беды, но тут опять ресторан. Стычка, драка и перелом лицевой кости у правого защитника. Да, соперников было больше. Инцидент завершился явно не в пользу компании Чичулина. Кстати, вместе с ним отдыхал Улукбек Бакаев, но он отделался небольшими синяками и ссадинами. А вот Антона встряхнули знатно. Ну что ж, вот и все. Мое повествование подходит к концу, и мне бы хотелось подытожить. Я уверен, что это видео будут смотреть футболисты. Ребята, если вы не упороты, то вы должны были по ходу этого видео отследить такую интересную тенденцию. Почти все случаи потасовок драка по ножовщин происходят в барах, в ночных клубах и ресторанах. И я надеюсь, вы сделаете для себя выводы. Нельзя вам там находиться. Ваше дело играть в футбол, тренироваться, соблюдать режим, проводить время с семьей, отдавать точные передачи и забивать голы. Это все и предполагает ваша работа. Нет, ну конечно вы имеете право ходить по ночным заведениям, если у вас есть в руках стул. Много денег и вы дебил. Кокорин и Мамаев нам наглядно показали, как себя вести не нужно. Друзья, ребята по центре, будьте здоровы, старайтесь не попадать в такие ситуации. В жизни главное самореализация, а не нокауты на танцполе. Обходите конфликты стороной, потому что они того не стоят. С вами был Бэтфутбол, подпишись на мой канал и поставь лайк. Субтитры сделал DimaTorzok